Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Здесь лучшие обзоры только для вас, для самых-самых лучших людей. Ну и еще хочу от всей души поздравить вас с католическим Рождеством, которое случится сегодня с 24 на 25 декабря. Всех причастных поздравляю с праздником и надеюсь вы утром найдете под елкой свой долгожданный подарок. В общем с праздником! А сегодня у нас актуальная тема. Эта посылка пришла ко мне из Америки. Здесь была таможенная декларация, ну там мои данные были, я ее убрал. Как это сделать? Как заказать тоже модели машин прямиком из Америки? Да не только модели машин, любые в принципе товары вы можете заказать с очень хорошим сервисом и даже получить кое-какой бонус. Итак, рассказываю. Сервис называется shopas.ru. Ссылку на него я оставлю в описании. Различные товары прямиком вы можете заказать из Америки не только с их сервиса, но с любого вообще понравившегося магазина, который находится в Соединенных Штатах Америки. Заказывайте любую вещь и этот сервис поможет вам доставить. Данная посылочка пришла буквально две недели и она уже у меня. А при регистрации, как новый пользователь, используя мой промокод, код 448602, ну я его пропишу, соответственно, чтобы вы запомнили, вы получите 10 долларов на свой счет для совершения первой покупки. Очень классный сервис shopas.ru. Я всем советую, ребята, пользуйтесь, заказывайте то, что вы не найдете в обычных наших магазинах. Там найдете прям эксклюзивные вещи. И сегодня я вам кое-что интересное из этой коробочки покажу. Я не стал ее открывать, хочу открыть вместе с вами. И давайте сейчас это сделаем. Так, вскрываем. Тут даже скотч какой-то интересный. Видите, такой белый какой-то. У нас, по-моему, нет такого. У нас есть похожий скотч армированный серый, а здесь вот какой-то такой вот белый. Но тоже похож, что как будто бы армированный. Так, неудобно немножечко открывать на камеру это все дело, но так будет интереснее, я думаю. Так, скрываем коробочку. Скрываем. Скрываем дальше. И что у нас здесь? Ооо, вот это да! Смотрите, какой интересный пенопласт. Вот это прикольно! Круто! Такой красивенький, прям нарядный, прям праздничное такое настроение сразу поднимается. Ну что ж, здесь я вижу первую модель. И это, ребята. И это, ребята... Ну, вот так вот. Праздник к нам приходит, короче. Это фургон Кока-Колы. Тот самый, который из рекламы, ребят. В общем, посмотрим его. И следующая модель. Также автомобиль компании Кока-Кола. Это вот такой вот Volkswagen. Ну все, я убираю коробочку и будем рассматривать данные модельки поближе. В сервисе Shopos очень огромный каталог товаров. Вы можете прям выбирать все, что вам понравится. Вы реально можете найти вот редкие, уникальные модели. Именно там и напрямую из США вам придут. Ну, я думаю, это очень круто, что есть такая возможность делать, ну, такие, ну, прикольные покупки, я считаю. Итак, открываю. Здесь даже пупырка другая. Вы посмотрите, она огромная. Ну-ка, сейчас я лопну. Круто! В общем, все такое большое. Американцы любят большое. И вот такая огромная пупырка. Ну что ж, вот он. Посмотрите, какой он классный. Масштаб 1.43. Просто потрясающе. Кока-Кола, 1960 год. Это Volkswagen T1. Ну, это такая мордочка будет кругловатая, так сказать. Но данные автомобили, вот, по крайней мере, у меня сейчас в городе появляются в виде каких-то кофеин. То есть, они до сих пор используются как раритетные автомобили. Очень классно, кстати, вписываются они так в дизайн города. Мне нравятся. Здесь идет прицепик Coca-Cola. Ну что ж, еще здесь интересно. Сделано в Бангладеш, написано. Официальный лицензионный продукт Volkswagen. Можно посмотреть так. Можно посмотреть еще вот так. То есть, очень-очень, ну, очень прикольно. Сразу могу сказать, конечно, скорее всего, в город, пока данные модели не пойдут. Пока я не закрою, например, макет каким-нибудь, ну, боксом, типа того. Чтобы пыль не летела. Потом, наверное, когда уже макет будет достроен, я данные модели поставлю на свой макет. Ну что ж, открываем. Открываем. Обалдеть. Как все красиво. Так ярко по-новогоднему, прям я могу сказать. Очень круто. Ребята, очень-очень круто. На боксе идет. Ой, в боксе, на подставке еще. Очень круто. Ну что ж, пойду, наверное, я за отверточкой. Здесь у нас два винтика. Один винтик держит у нас сам микроавтобус. И один держит прицеп. Сейчас все откручу. И уже покажу вам более детально. Ну, давайте рассматривать поближе. Передняя часть выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас пластиковая оптика. Логотип Coca-Cola. Отдельно сделаны дворники хромированными детальками. Хромированные зеркала тоже сделаны отдельными деталями из пластика. Наверху мы видим бутылочку Coca-Cola. Соответственно, багажник. Надпись Coca-Cola Drink. Соответственно, ну и такие вот логотипчики. Салон окрашен в красный цвет у данного микроавтобуса. Вот, можно посмотреть. Ну, маленькие довольно-таки окошечки. Особо не посмотришь. На бортах у нас также надпись Coca-Cola присутствует. Колеса. Резиновая покрышка здесь идет. И, видите, окрашена еще белая окантовка. И, соответственно, стальной диск белого цвета. И плюс еще хромированный такой колпак. Видите, можно прямо в нем отражение своего видеть. Все как у настоящего автомобиля. На задней части здесь оптика у нас окрашена. Просто есть номера. Кстати, Калифорния. А, нет. Подождите. Джорджия. Вот они номера. По-моему, Джорджия, если я не ошибаюсь. Ну, прочитайте. Вам на камеру более виднее. Если что, напишите. Если другое название. И давайте в салон попробуем заглянуть вот так вот. Что здесь? Здесь просто у нас сиденья идут. Ничего такого особенного внутри нет. Нет. С этой стороны также надпись Coca-Cola идет. Соответственно, двери. Я так понимаю, что это типа какого-то, может быть, холодильника, рефрижератора. Что-то в этом духе. Но почему-то сиденья внутри неизвестно. Не знаю. Может быть, какое-то кафешечка была, открывалась. Вот не могу я сказать честно. Не знаю. Сейчас-то я весь современный стоят. Тут просто окошечки как-то откидываются. Сейчас все это делаю и вам продают кофе, еще что-нибудь. Здесь вот как-то так выглядит. С этой стороны вам тоже покажу сейчас. Прикольно. Очень классная моделька. Выполнена из металла. Снизу давайте посмотрим. Снизу нет никакой проработки. Есть у нас фаркоп. И, я так понимаю, он у нас был заднеприводный. Это Volkswagen. Потому что вот здесь либо мотор сзади находился. В общем, сзади какая-то проработка у нас есть. И все. Ну, прикольно. Потрясающая коллекционная модель. Честно, я вам советую в коллекцию приобрести такой. И дальше уйдет у нас прицеп. Прицеп идет полностью из пластика. И я так понимаю, что этот прицеп какой-то прям вот похож на холодильник. Здесь ничего не открывается. Я пытался открыть, но ничего не открывается. Но сделано очень здорово. Прям прикольно. Тоже логотип Coca-Cola. Оптика здесь окрашена у нас идет. В принципе, здесь у нас, видите, какие-то ящики выдвижные тоже. Сверху что-то. С этой стороны, наверное, что-то как-то раскладывалось. Делался как мини-магазин. Я-то так предполагаю. Все-таки снизу выглядит вот таким вот образом. Это вот, по-моему, тоже пластик. Да, это пластик. То есть, прицеп полностью пластиковый. Резиновые покрышки. Но посмотрите, как сделано аккуратно. Прям очень здорово. Вообще никаких претензий нет. Я не знаю. Посмотрите сами. Напишите свое мнение в комментариях. И вот таким образом все это ездит еще. Класс. Яркий, красивый, праздничный, нарядный. Переходим к следующей модели. Она, думаю, будет еще круче. Смотрите. Это, в общем, фургон. Будет Coca-Cola. Лимитированная версия. Вот здесь написано Limited Edition Collection. Сделана она к 75-летию, я так понимаю, сотрудничества Coca-Cola с Santa Claus. В общем, модель чем интересна? Она вся в лампочках. И это все будет светиться, как мы видим с вами в рекламе. То есть, настоящий праздник к нам приходит. Здесь у нас Coca-Cola бренд. И год, я так понимаю, выпуска вот этой машинки. Это 2006-й, ребята, год. То есть, сейчас, может быть, есть современные, но я не нашел. Я вот нашел именно такую, загорелся. Решил вам купить. По масштабу пока сказать не могу. Может быть, где-то приближен к 43-му масштабу. Но это не точно. Итак, что здесь интересно? На самом деле, очень тяжеленная такая модель. Вот здесь вот идет надпись на английском языке. Вот, типа, в 1931 году компания Coca-Cola, да, там, тудым-сюдым. И вот они там заключили, я так понимаю, союз с Santa Claus. И уже 75 лет сотрудничают. В общем, переводчики, кто знает английский, вот, хотите, переводите, почитайте. Очень интересно тоже здесь, как бы, написано. Ну, что же, давайте открываем. Здесь вот такая вот коробка. Она уже, как бы, такая немножечко потрепанная временем. Но это тоже такой вот прям, на самом деле, эксклюзив. Навряд ли вы найдете такой где-то. И вот такие вещи, как бы, ну, радуют. Реально, когда их открываешь, погружаешься в какую-то историю. Очень интересные. Тем более, такой вот предновогодний грузовичок. Открываем. Вау, какой он большой. Здесь у нас что идет? Ничего здесь нету. И здесь идут у нас, по-моему, должны батарейки идти, да? Номерная она еще, я так понимаю, это номер 079-62. Да, это серийный номер написано. Как вот это дело вскрыть? Сейчас буду разбираться. Ну, что ж, смотрите, здесь находятся у нас большие батарейки. Это такие вот огромные батареечки. Я, думаю, такие не держу, поэтому придется сгонять в магазин. Это C, короче, батарейки размер C. Ну, по крайней мере, здесь написан. Это же американский стандарт, я не знаю, как у нас тоже ценится. Сгоняю в магазин, куплю, потом уже, ну, вот видео все увидите. Так, закрываем. Давайте просто рассмотрим пока что данный грузовичок. Он выполнен у нас из пластика. Сразу могу отметить, но вес у него прям реально большой. Он прям весит, прям такой увесится. Вот так выглядит передняя часть. Я думаю, что все равно вот с этой подсветкой он будет очень классно смотреться. Поэтому надо дождаться уже окончательного результата, когда я вставлю батарейки. Что ж, пластиковая оптика, соответственно, все. Много хрома, хромированные зеркала, сделанные отдельными деталями. Масштаб, ну, близко к 43-му масштабу, могу сказать, но надо все измерять. Здесь у нас Coca-Cola, вон руль, сидение у нас все присутствует. Кстати, очень интересное решение. Здесь идет подсветка, как бы, с полуприцепа, да, на кабину. Сейчас я вам покажу. Здесь вот все снимается. Вот так выглядит именно сидельный тягач американский. И вот, видите, с помощью вот таких вот металлических, как бы, здесь вот приспособлений сюда подается ток небольшой электричества, да, с батареек. И, соответственно, будет здесь у нас подсветочка. Не знаю насчет музыки, может быть, и музыка будет, конечно. Снизу, кстати, выглядит вот таким вот образом резиновая покрышка на колесе, где-то сразу могу сказать. Никаких инерционных механизмов здесь нет. Кнопка включения, пожалуйста, здесь находится. И с этой стороны, видите, вот тоже клеймо, как бы, все это соединяется и будет работать. Также у нас резиновая покрышка на колесе идет. Здесь колеса у нас двойные идут. Ну и, соответственно, две пары колес. Всего, короче, восемь колес получается. Вы поняли меня. У меня нет немножко слов, потому что, ну, я вообще не думал даже, что такой грузовик в природе я когда-нибудь найду и получу. Сзади фонари у нас, соответственно, пластиковые идут, тоже будут светиться. Здесь у нас Coca-Cola Santa 75 тоже написано. Здесь у нас тоже такой веселый Santa идет картиночка. Причем это не наклейка, а какая-то типа декалечки сделана. В общем, это не так просто стереть. Здесь довольно симпатично тоже смотрится. Пластик такой прям чувствуется, такой прям надежный. А здесь, кстати, другой Santa. Здесь пьет, а здесь такой говорит, тихо, никому не говори. В общем, что? Пойду за батарейками и потом уже покажу вам результат. Тоже, кстати, инерционных механизмов никаких нет. Ну что, ребят, поставил я батарейки. В общем, данный грузовичок больше, конечно, 43-го масштаба, но вид у него, конечно, очень-очень классный. Мне прям все равно очень нравится, посмотрите. И это сейчас еще не очень темно, а думаю, вечером будет прям потрясающий видос. И такой видос, наверное, я залью на свой канал в TikTok, поэтому, если что, подписывайтесь туда тоже. Вот такие две замечательные модели появились в моей коллекции благодаря сервису Shopos. Так что, добро пожаловать, ссылка в описании. Покупайте тоже машинки напрямую из Америки. Мне очень прям нравится. Ну что ж, вот такой вот сегодня у нас видос. Если вам понравилось, то с вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok